В Краском прошли обыски. По информации наших источников, силовики изучали документы в кабинете руководителя компании. По одной из версий их интересовало выполнение инвестиционной программы предприятия с 2018 по 2022 годы. Часть денег якобы могли пойти не туда. Мы сегодня связались с пресс-службой Краскома. Там рассказали, что история преувеличена. Факт прихода сотрудника ведомства подтвердили, однако рассказали, что он только посмотрел документы, задал несколько вопросов и ушел. Крупнейшая управляющая компания города, ЖСК, сменила собственника. Это может быть связано с рядом скандалов, в которые попала фирма за последнее время. До 19 января компанией владело Московское акционерное общество, содержание и благоустройство. Теперь собственником ЖСК стала АО «Реал Титан», тоже из столицы. Тем не менее, в сервисе по проверке контрагентов «Контурфокус» указано, что хоть компания и перешла к новому акционерному обществу, но все равно находится в залоге у старого. Поэтому смена, вероятно, формальная. Известно, что ЖСК перевела всех сотрудников на удаленную работу вместе с компьютерами. По данным некоторых телеграм-каналов, та компания хочет избежать обысков силовиков. Напомню, по данным силовиков, с деятельностью ЖСК были связаны исчезновения миллионов собранных жителями и хищение бюджетных денег. В самой компании комментарии о смене собственника пока не дают, лишь заявляют, что работают в обычном режиме.